Запись пошла, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Вебинар в этот раз опять своеобразный вебинар. Он идет в записи. Уж никак не удается сесть к экрану и побеседовать. Ну, ничего страшного. Самое главное, что мы общаемся. Таким образом, я предполагаю, что сегодня удастся выставить этот ролик благодаря моим ассистентам Алексею Яковлеву. Я бы с вами хотел поговорить о каких-то основных моментах. Что произошло? Тезисы в прошлый раз были выставлены. Я сегодня прокомментирую основные некоторые пункты, на мой взгляд, вас. Я это обещал. Теперь хочу поделиться с вами информацией. Она должна вот-вот-вот появиться, если уже не появилась. Мы просто не будем следить за тем, что происходит в эфире. Мы были с нашими партнерами, возможными партнерами, теперь уже подписантами, партнерами из Аргентины, на парке, в Минске, встречались, подписали меморандумы по сотрудничеству, обсудили возможный вариант для адресных проектов. Это была основная цель. И в течение недели обменяемся нашими обратной связью, что и так мы видим в дальнейших планах, в дальнейших действиях. Но факт то, что сейчас пока остается как бы открытым, будет ли это адресный проект, пилотный проект в Аргентине. Там есть три варианта. Мы будем сейчас их озвучивать. Или это будет в уровне. Проект будет транспортная, извиняюсь, грузовая трасса. И, вероятно, небольшой участок пассажирский. И не исключено, что это будет трасса на канадских островах. Если бы мы сегодня сидели и выбирали, то, в принципе, это был бы как раз канадский проект, потому что или это на Канаре, или на Кеннерике. Потому что там есть наибольшее количество предпосылок, которые позволяют сегодня принимать решение, что давайте, начиная минициацию проекта. А какие, например, посылки? Первое. То, что есть жесткая необходимость в современном транспорте. Там есть только автомобильные дороги. Они неплохие дороги, но для туристов там очень много, ну, скажем, нюансов. Но там есть туристические объекты. В том же самом деле, если мы берем, например, кумури, там есть мука. До мука надо добираться, ой-ой-ой, как мне, и уютно. На автомобиле обычно коллег на автомобиле. Это различные фокусы, экскурсионные дороги. Вот. И плюс там есть масса еще разных других специалистических объектов. Если правильно построить, выбрать трассу, то, ну, как бы, власти этих островов, они видят в этом перспективу. В первую очередь, даже уже просто для привлечения туристов покататься на SkyWay. Вот. Плюс есть финансирование. Причем финансирование уже определенная часть выделена, и остальная часть это, ну, скажем, подготовки проекта. Вот. То есть, дело движется. И, как вы видите, значит, не только мое внимание и не только мои ресурсы, практический ресурс привлекается сейчас к другим делам. Сегодня, вот я буквально через, сейчас идет запись, через три часа я сяду в самолёт и учу в Братиславу. Там, в Словаке, где будет у нас встреча с лидерами, которые будут обучаться два дня. Я, в том числе, буду участвовать, потому что там затронута будет тема очень важная. Я считаю, это будет случиться никогда не поздно. Вот. Это тема переговоров, ведения переговоров. И я хочу сказать, вот буквально, знаете, вот в кассу идет обычный, не идет в кассу. Мне буквально пришла недавно информация. Я читал про, значит, управление легионами в древней время. Был такой, есть интересный труд. И мне бросилось в глаза, что военно-начальники, в нашем понимании, начиная от самого маленького лекретора и кончая руководителями легиона, или, скажем, императором, или самым главным маршалом легиона, каждый должен был иметь подтвержденный навык вести переговоры со своими подчиненными и с высшим начальством. Навыки затверденные. То есть, если для этого не было, то не было статей лекретора, не самым главным легионером. Вот. Это очень важно. Так что, не говоря, а это было когда-то, мы еще далеко до нашей эры. Поэтому это и сегодня актуально. И дальше, естественно, там будет у нас встреча членов управления. Там мы будем также обсуждать дальнейшие шаги и целый ряд деталей, организационно-правовые детали по созданию Всемирного фонда Экопланета. Вот. И Центра адресных проектов. Потому что фрагмент, о котором я вам вначале рассказал, это встреча с представителями Аргентины. Только из... Цель основная. Если вы у меня спросите, зачем ты масло попрелся вместе? Для того, чтобы отрабатывать варианты ближайших адресных проектов. А зачем адресные проектов? Ну как зачем? Я неоднократно показывал это для того, что мы уже вынуждены, обязаны работать на капитализацию технологий, которую мы еще сегодня только инвестили. Теперь, что нам еще предстоит сделать, и что я очень важно хочу отметить в тех тезисах, которые я вам представил, потому что это очень существенно сегодня. Вот. И хотелось бы об этом обо всем с вами поговорить. Значит, я сейчас это открою у себя. На экране у меня запись идет в том же самом резине. Я могу смотреть, с вами говорить. Значит, что важно. Я не буду говорить о том, что там было в первом пункте сказано. Во втором пункте, например, то есть предстоит завершение строительства трассы для сертификации высокоскоростного транспорта и проведения испытаний, связанных с сертификацией на основе народного финансирования. То есть нам этот проект дадет. Анатолий Багович на Экофесте, в частных беседах, он чуть-чуть говорит, дорогие друзья, нам этот проект надо завершать. Да, нет возможности нам это делать. Нет возможности, если она нам не подходит сегодня. Больше делать это в Марины Горке. Будем делать там, где задекларировали в Эмиратах. Там все для этого есть. То есть это надо здесь делать. Кто будет? Да, это часть нашего проекта, это часть нашего бизнес-проекта, это часть нашего проекта. Поэтому это значит, что таким образом, чтобы завершить, нам надо завершить 15 этапов. И здесь даже, я бы сказал так, что сегодня даже нам не интересно, особенно сюда инвесторов, которые скажут, давайте мы запроем на 15 этапы. Они скажут, мы когда-нибудь высокоскоростная технология, если мы высокоскоростный фраз, мы хотим бы иметь, скажем так, то религиозный. Такое имеет место быть. Поэтому выгоднее и правильнее сделать то, о чем мы договорились в самом начале, довести все 15 этапов нашими силами до конца. Максимально минимизируя, максимально минимизируя какие-то вторжения здесь в наши права. Это значит, что нам нужно довести инвестиционное обеспечение проекта до его совершения. Какого проекта? Экотехнопарк. То есть сертификация основных видов технологий. Значит, здесь к этому я могу прокомментировать следующую вещь, что часто появляется там у людей, ну, кому-то там близко, допустим, экотематика, экотематика. Нам всем это близко, кому-то более близко. Через что? Через это тысячу. Через это поселение. Вот недавно тут прошла информация, значит, запрос сделали инициаторы, значит, трассы, там, до Ивладовского озера и так далее, и так далее. Да, эта тематика интересная, это поселение интересно, но фокус мы не имеем права сегодня сводить, потому что главенствующим или стержнем, или стволом всех, представьте себе, дерево, основное, чтобы она жила, это стволуторник. Что такое стволуторник? Это транспортная технология. И вот уже ветки наращивать туда, различные там, технополисы там, поселения, линейные города, это все будет, как бы, исходить из технологий, из строительства трасс, из высокоскоростных трасс, из межгородных трасс. Как правило, они в основном будут все высокоскоростные. Я сегодня позволю себе предположить, потому что это вот иходит, и, по-моему, где-то даже в Юниципе потом сказал, что, вы знаете, вот потом я про проект реализую, уже несколько, как бы, дополняется схема, предполагаемая схема введения и строительства высокоскоростных трасс. Потому что, в первую очередь, я уже говорил, что не по 500 человек будет ездить, от 3 до 15, до 20 человек. Правильно. Это очень правильно, кстати, с точки зрения безопасности. Плюс, мы сертифицируем высокоскоростную трассу на 500 километров, до 500 километров в час, и готовы будем приступить к подготовке сертификации до 2200 километров в час. Это совсем другой вид транспорт. И поэтому на дальние расстояния, там, от 1000 километров, ну да, где-то, например, на 1000 километров и больше, целесообразно уже разносятся таким вот видом высокоскоростного трасса. Это реальность. Поэтому, это все отдельные вещи, это другие уже, темы, другие проекты. Поэтому нам нельзя раскуляться. Много идет разговор об этом продукте. Это все другие истории. Это фермы. Я вот, они кинцы удивлялись, значит, я показывал дерево, где там много-много, я сейчас глотнулся, льду, много-много, почти спелых яблок растет прямо. Эти сгибаются под тяжестью. Даже я несколько яблок там везде посылал, чтобы эти не так нагружены были. Вот. Прекрасно все растет. Там земляника, клубника, виноград, бобчевые культуры там. То есть, все это растет, это все будет. Но самое главное это прицепить на трассу. Нельзя точно так же как я называю, но как бы приинвестировать. Теперь, значит, следующий пункт, который очень важный здесь, было бы предстоит пройти этапы реализации пилотных адресных проектов для наработки опыта строительства различных объектов по технологии стойбей и развернуть систему строительства транспортных структур и инфраструктурных объектов. Да, сегодня мы теоретически знаем, как это делать. Сейчас подготавливают эти пилотные проекты, которые мы сейчас делаем. Вы знаете, уже подписано. Причем об этом подписании тоже был целый ряд дискуссий, ну, скажем, мнений. Кому-то нравится, чтобы это был бы торжественный стол, чтобы музыка играла, знаете, как в ЗАГСе типа того, вот, чтобы бумаги были подписаны, значит, руку пожали бы все и так далее, торжественное и так далее. И не нравится, когда это сделано на коленце. Но вы понимаете, что очень важно выбирать, подписать вообще или подбирать место подписания, понимаете? поэтому время не терпит. Это показывает, что подписан был сам Бернардин, я имею в виду, договор, ну, соглашение, значит, и, вернее, протокол действия в связи с этим пилотным проектом был подписан как бы в процессе эко-отестра. Это даже символично, на мой взгляд, вот, и здесь несущественно, ведь нам надо не потемки с уверенностью, а реальный проект делать, не затягивая, потому что с этим проектом мы его, вернее, подписанием уже готовили целый месяц, поэтому некогда было садиться за стол, торжественное это делать. Это не обрабатывание, это просто пояснение, чтобы мы понимаем, поэтому важен сам процесс его динамика. Вот, и отрабатывание различных строительных объектов. Разные объекты, они имеют разные технологии, придется дорабатывать на местах технологии, вот уже в Талинске проекты это четко показывает, что есть участки, которые сегодня потребуют, потребуют места технологические, да, они потребуют сегодня дополнительной отработки, уже здесь на месте, это дело дойдет до проектирования, до проектирования класса. Мы сегодня не проектируем класс, мы сегодня прокладываем, инициируем возможные классы. Инициируем сам проект, инициируем его бизнес-описание, инициируем составление белой бумаги под размещение и так далее. В процессе, могу вас порадовать, в процессе этого, я уже сам верновильно обошел, я еще не знаю там, что будет происходить, там есть своя работа, я только являюсь днем консультантом, не мы являемся консультантом. А здесь в Талине я могу сказать, что в процессе подготовки мы решили целесообразно, всячески целесообразно, делать так называемых два проекта, условно говоря, проекта близнеца. Талине и Хельсинке, аналогичный пилотный проект, который позволит там решить определенный участок класса. Сейчас идут подготовительные работы для обсуждения, которое начнется в начале сентября в Хельсинке. То есть, видите, все в динамике, поэтому это все мы отрабатываем, это все записывается на скрижание, и это будет даваться на обучение, это будет использоваться в дальнейшем при уже подаче на поход этого процесса. почему я вам рекомендую все больше и больше тех, кто желает. Все, не надо здесь подширочки с машарочкой, бегать в группу, за тупом, в каждую дырку в том деле. Нет, кто заинтересован в адресных проектах, это касается тех, а остальные просто для знаний, для информации, для понимания. То, что практически отрабатывается сам процесс и делается подготовка для чего? Подготовка процесса, настраивание процесса, поступление капитализации наших доходов и в конечном итоге отчисление прибыли и деление этой прибыли и отделение от нее 20% на дивиденды нашего компании. Евразия на Релс Кобиль Систем Коблим, Евразия на Релс Коблим Систем Коблим 2, акционерами которых мы являемся. кто-то по большей боже является сейчас так называемым в регистре компании Евразия на Релс Коблим 2, но на таком моменте для залога используют сакции Евразия на Релс Коблим. И когда маленькое замечание или ремарка здесь, когда мы обсуждали с Аргендустом это советник, он сам юрист, когда он прослушал эту систему так ведется по работе, он виделся, говорит, как-то у вас в балансе нет кредитной рении, то есть у вас кредит ноль, как вы это делаете? Когда мы здесь не неплохо придумали ребята эту систему, что вы так сделали, причем посмотрите на сколько он повторил это, это очень дорогого стоит, он повторился, смотрите на сколько его надежно построили систему, он говорит, мне это очень сильно повысило вашу авторитет, я даже прямо как сказал, так что здесь это очень важно, значит, далее, что еще я хотел здесь сказать, организация системы кооперации инвесторов, вот, шестой пункт, организуется система кооперации инвесторов поставить на проект на основе для усиления их потенциала, дамить, я сейчас расскажу, что я здесь могу, а также для создания фонда операции социальной защиты, который ориентирован на различные слои населения. Вы знаете, я рассматриваю, я поставил себя на место, и мы поставили каждого из инвесторов на место вот какого-то простого обычного инвестора. Что позволит система кооперации, которая в рамках фонда, всеверного фонда Экопланета, позволит сделать этот центр? Он пока был на схеме назван центром кооперации инвесторов, но этот центр, он сформируется и при нем будет фонд. У каждого будет возможность участвовать в этом фонде, и это даст ему возможность получать благо из этого фонда. С одной стороны, туда надо что-то внести, а с другой стороны, мы создаем, он начинает например, что я могу туда внести? Самое простое я могу туда внести количество акций. Это даже ничего другое, не внося 100 акций, 10%, 3%, по-разному может быть. Но может это даст возможность, что мои акции так работают, но когда я создаю так называемый фонд, можно в последних раз, который ориентирован на различные свои усиления. То есть мы начинаем двигаться, не спрашивайте меня, сегодня подробно вам не могу рассказать, я просто в деталях представляю себе, мы этим делимся друг с другом, мы это продумываем, что наша святая задача, войдя и построить эту технологию в любые георгии из получаемых доходов создавать так называемый фонд поддержки тех, у кого возможности таковой нет. Обычный рабочий, который нас обслуживает, парикмахер, там еще кто-то, на пенсию усиленно надеяться не приходится. То есть, короче говоря, наша святая задача подвести таким образом дать в общество такой посыл, который позволит создавать так называемого создание социального благополучия многих слоев населения. Нет униярцев, нет, просто людей. Государству некогда и нечем будет беспокоиться в ближайшем будущем по пенсиях людей. Поэтому наша задача это тоже делать. Ну и плюс, естественно, думать и себе о своих будущих поколениях. Акции это обеспечит, но такой даст еще возможности. Привлекая людей, причем, тем более, это очень хорошо можно будет делать, мы теперь спускаемся или выходим из нашего, нашей основной головной технологии, выходим на уровень интериаторских проектов. Мы, например, Таллиннский проект, его финансировали, будем уже делать таким образом, чтобы еще иметь возможность людям, которые будут осуществлять, входить через токены в, скажем, монетизацию этого проекта, плюс стали бы участником этого фонда. потому, потому что здесь кроме трассы, транспортной трассы, могут создаваться инфраструктурные объекты, прочие объекты, и это надо делать нам самим, получать с этого доходы, получать прибыль и этим делиться. И это святое Бога дорогие, друзья, наступает такое время, и только тогда будет всем благополучие и процветание. Далее, это я в общих чертах только рассказал, если можно, если часами говорить на путье. Значит, девятый пункт, о котором я хотел сказать тоже. Готовится организационно-правовая основа и будет задействован процесс апробации ограниченного объема выкупа акций от инвесторов. Все спрашивают, что у нас там так накрутили? Мне прямо почти так спросили, как это понимать? Что такое ограниченный объем, обмен, выкуп и так далее? Дело в том, что на каком-то периоде, может до конца, скорее всего, до конца этого года будет создан такой фонд, который позволит начать этот процесс. Его тогда надо меморитически правильно сейчас оформить, что потом никто ничем, нигде, никогда не обменился. В первую очередь я на том, вибрачик, в вторую очередь ту компанию, которую фонд будет представлять и осуществлять этот процесс. Не в пирамиде, не в каких-то других коммерских, коммерческих, коммерческих, коммерческих инвесторах финансовых тем более. Вот это делается. Готовится, значит, это будет. Одиннадцатый пункт, следует объяснить, что были вопросы, я их прямо образил в прошлых тезисах. Повторю здесь, что следует объяснить, повторяюсь, что нет ни старых, ни новых инвесторов. Есть инвестор, неважно, когда ты инвестируешь, в 2014, в самом начале, в конце, в 2016, в 2017, в 2015, просто инвестор. Если ты довел свою инвестицию, реализовал свой пакет и довел ее, а компания Capital и всякие другие компании и они обеспечивают доведение, нам надо просто позволить, чтобы действительно в реестре компании наши залоговые акции были бы записаны, зарегистрированы правильность, зарегистрировали на конкретный инвестор. Все. Поэтому нет никакой разницы, когда была произведена инвестиция. На момент инвестиции действовали и там возникает вопрос, а вот были такие договора, были вот такие залоговые, незалоговые, обучающие, потехнообучающие. Это никому. Вот не пересут, дорогие друзья. есть процесс, если это доведено подпольно это никак не сделать, если доведено договор выполнен, он теряет свою силу с момента занесения в регистр. реестр. Понятно? Это точно так же, как с покупкой машины. Как только занесли в регистр, все, никого не пересут, у кого, как, купил. Вот есть регистр, на то время занесена машина, она твоя. Все. Ну, так, условно говоря, почти такая же схема. Поэтому здесь не стоит не думать, не что-то это самое, какие-то там варианты придумывать, усложнять, ничего не надо. И двенадцатый пункт. При внедрении технологий и строительстве объектов в Стави будет применяться метод создания кластеров, взаимосвязанных и дополняющих друг друга компаний и обеспечив более выгодное и эффективное функционирование проекта на всех его стадиях. Общие слова конкретно. Что такое кластер, я уже говорил, скажу еще раз. Кластер это так называемое сообвинение или же сотрудничество взаимодополняющих юридических, частных лиц, взаимодополняющих какой-то процесс. Как это в нашем случае выглядит? В нашем случае так и выглядит. Есть, например, ведущая технология, транспортная технология Стави. Мы строим трассу. В чем мы заинтересованы? Как мы создаем кластер? Предположим, это между городом А, между городом Д. Или, например, между Таллином и Санкт-Петербургом. Мы начинаем смотреть, трасса проходит таким маршрутом, там есть какие-то поселения, есть какие-то фермы. вот здесь имел смысл развить, скажем так, доразвить, построить поселение современное. Сегодня это просто, если на репорт Таллина в 25, 30, 40, 50 километрах строится какое-то, скажем, ну, поселение, а строится какой-то коттеджный поселок или еще что-то, это абсолютно буй, к сожалению. Люди едут туда, едут обратно, там не работают, ничего нет, они туда ездят ночевать, шашлыки кушать, в баню ходить, едут обратно на работу и так далее, и так далее. Мечутся, детей надо возить в школу, там ничего нет и так далее. Здесь создается пластер, когда начинают смотреть, ага, здесь есть обучение, транспортная система позволяет людям передвигаться и не надо беспокоиться. Транспорт единственное, что сегодня не давало и не дает пока возможности создавать такие современные поселения. А пластер, он позволит и обучение организовать, и торговлю, и фермеров объедить, не надо начинать это делать через какие-то компании, которые поставляют продукцию, и фермер получает столько, а компании получают столько, понимаете? А кто оплачивает? Оплачиваем мы, кто в этом поселении живет. Плюс не надо будет ездить в город на работу, там можно спокойно создать естественно технополис или какой-то технопарк, который будет давать работу и так далее. Вынести, если раньше переходили все производства в центр и в городах, сейчас это можно выносить на периферии и способствует этому будет артерия транспортная, дерево, ствол, стойвей этого кластерного дерева. и там остальные начинают друг друга наращивать. Там начинают вручную работать, кузнецы начинают пучок, пучок, пучок. То есть это таким образом работает. В городе точно так же классный принцип. В точке А, в точку Б. В точке А создается парковочный центр, торговый центр, аренда автомобилей, электромобилей, велосипедов и так далее. Приехал, запортовался, парк и драйвер. Запортовался, дальше как двигаешься? Приехал на машине, оставил ее, дальше садишься на велосипед, проехал на велосипед, где надо. Садишься в электромобиль, арендовал карточкой, скайвеевской карточкой, чок, проехался куда надо, оставил ее там, или потом вернулся обратно, уехал, сел, машину уехал. Или набрал, тебе приехал так называемый электромайдер, или бидер, Убер, извиняюсь. Он приехал, тебя посадил, куда тебе надо отвез, я с таксистом вчера в Беремусе ехал, я ему одну историю расстроил, плюс смотри, как здорово, ну я уже почти ваш клиент, я говорю, не клиент, а партнер, он говорит, в таком смысле, вы меня сейчас действительно на Тойоте, в Prius она половина электрическая, только пересядите на другой небольшой автомобиль, который значительно экономнее, чем ваш Prius, вот, и будете точно так же, давайте выбирать, он говорит, да, дайте мне информацию, где могу познакомиться, я говорю, да, будет знакомиться там, пойдет на сайт, ну я это не вижу, пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет, каждый выбор делает сам, и последнее, дорогие друзья, по этому поводу, смотрите, главное на стадии эксплуатации объектов, тринадцатый пункт, последний, очень важный, кластерная организация позволит в дальнейшем вести проектирование и строительство современных поселений, прочее он говорил, вдоль межгородских транспортных трасс, создание ревниевых городов и так далее, а главное, создание кластеров обеспечить проживание на современном уровне этих структур, жизнедеятельности, обеспечить достойную социально-экономическую, другую, трудовую деятельность людей, я уже об этом тоже сейчас говорил, и гарантируя, гарантируется их социально-экономическая защищенность, через что, это не общие слова, ведь понимаете, сегодня мы заселяемся в какой-то жилой район, я простой пример приведу, мы заселяемся и начинаем дорогу построить, а не построим, построим, слава тебе господи, детскую игровую площадку, о, ну, отлично, это кто-то делает, а мы оплачиваем, и мы не участвуем в этом бизнесе, еще лучше, мы смотрим, нет торгового центра, с картонками, надо где-то бегать, едешь домой, или куда-то ходить, или кто-то уже построит, но кто-то построил, это его бизнес, он оттуда снимает, а мы сами это можем сделать, что нам мешает, но для этого надо копирить, отдельно Иванова, отдельно Масло, отдельно Петров, это не могут сделать, нам надо копирироваться, и только так мы это сможем сделать, вот в чем прелесть кластеров, вот в чем прелесть сотрудничества, именно инвесторов, и это позволит гарантировать нам социально-коммуническое жизнь, потому что кроме еще акций вставить, у нас будет акция или доли, или там токены, неважно что, вот этих источников дохода, пассивного дохода, мы туда вложились, мы вместе, сообща, через структуру, которую мы организовали, управляющие компании, это создали, и мы гарантировались, потому что мы сами на себя, то есть мы не пойдем уже в другой магазин, там, во-первых, дороже, там это дальше, мы пойдем сюда, потому что мы знаем, что здесь экологически чистая пища, это наш бизнес, нас не кто-то формит какой-то ерундой, а мы себя сами обеспечим, понимаете, ну очень много положительных и важных, и социальных, и по здоровью, и так далее, и так далее, детский сад, точно так же, да, мы можем надеяться на город стоять 5 лет в очередь, ребенок уже вырос, пошел в школу, у нас очередь подошла, детский сад перевяз, понимаете, или это бог знает как надо делать, частные там, какие-то деньги, сами будем создавать, родились, это наш бизнес, это нашего класса, это бизнес, понимаете, и это источник будет передаваться, это не так, что вот пенсию получил, ушел человек, на другие планы своего существования, мир иной, или иные миры, и все, от него осталась только добрая память, а тут останется еще его память, его благополучие, его процветание, и останется наследство, переданное сыну там, дочери, внуку, внучке, или просто кому, детский дом передан, как вариант, понимаете, да и детские домов будут меньше, по-моему, вот это то, чем я хотел с вами поделиться, и последнее, близится время, модули, зреют, сейчас только организационно, потрясаю многие вещи, так называемые, вот у меня есть адресный проект, основа для предпринимательства, модуль по адресным проектам, базовый модуль будет сначала, да, но там будет, о чем будет речь на модуле, мы будем говорить, создание проекта, и особенности адресных проектов, общая информация, общая информация простая идея, поймем, какие компетенции мне достает для того, чтобы участвовать, как найти идею адресного проекта, и точку входа в проект, как формировать команду проекта, как финансировать адресный проект, но мы глубоко не будем опускаться, просто люди не будут знать, что это делать, и у кого появится интерес, он пойдет, или в команду построения, или в инициацию адресных проектов, или просто, значит, в каких-то организационных делах, он просто напишет, что ему интересно, таким образом образуется, это не значит, что он в рейтинге написал, а завтра он пошел, хотя и этот вариант возможен, но он окажется в банке, или так называемом реестре кадров, адресных проектов, и это очень важно, причем это можно будет делать, сегодня тоже готовиться, это тоже один пункт, который надо еще доработать, это делать через почту, пакеты, которые будут, с одной стороны, обучающий пакет, или модуль обучающий, и он позволит еще, кроме того, быть в пакете, получать обучение, но еще быть и, получать определенный, значит, залог в виде акций. Таким образом, дорогие друзья, я сегодня практически высказал вам все, что хотел сказать, я благодарю вас за внимание, желаю завершения лета, хорошей подготовки к первому сентября, тем, кому надо это готовиться, для меня первого сентября, по жизни уже я почти привык, несмотря на свой возраст, для меня всегда трепетно, жду первого сентября, школу пора, то есть это уже на генетическом уровне, на генетическом уровне, как бы, в меня встроено. Чего это меня обязывает? Я говорю о себе. Это меня обязывает тому, что надо дать случиться. И это радует, это говорит о том, что есть посыл, есть энергия, есть необходимость, есть запрос на это, в первую очередь, мой личный запрос, и я вижу много запросов с ваших сторон. Я желаю вам успехов, доброго здоровья, строй старей, спасай планету. И это нас радует. До скорых встреч. Благодарю за внимание. Так. Стоп.